Сегодня в программе «Указывая путь» Любовь противостоит сопротивлению. Любовь не перестает быть, верить, надеяться и терпеть. Она никогда не перестает любить, потому что на небесах не будет нужды ни в вере, ни в надежде. Мы увидим Иисуса лицом к лицу. Мы увидим Его на престоле, окруженным славой. Любовь навеки останется тем воздухом, которым мы будем дышать на небесах. Сегодня в программе. Сегодня я хочу сделать то, что делаю всегда. Посмотреть 13 главу первого послания Коринфянам. 13 глава — это глоток свежего воздуха посреди головокружительного набора проблем в церкви Коринфа. Это оазис пустыни обличений. Это положительная нота посреди непрекращающихся обличений исправлений от великого апостола. Это глава «Жемчужина», необработанный алмаз. Но, несмотря на это, было бы большой ошибкой отделить 13 главу от 12 и 14 глав. Но некоторые совершают эту колоссальную ошибку. Они игнорируют то, что было написано до этого и после. Я абсолютно уверен, что без контекста невозможно понять 13 главу первого послания Коринфянам. Потому что в прошлой проповеди, в 12 главе, мы увидели важность наших даров и важность открытия этих даров, а также абсолютную необходимость здорового, христианского, духовного образа жизни не только для открытия ваших даров, но и для применения этих даров на практике. Затем, в 14 главе, в следующей проповеди, мы увидим множество предупреждений и предостережений тем, кто желает использовать дары Святого Духа в корыстных целях. Именно поэтому 13 глава находится между 12 и 14. Это важно. Почему же я об этом говорю? Потому что 13 глава дает нам правильное отношение к этим дарам, правильное отношение к использованию этих даров. 13 глава показывает нам истинный мотив, который мы должны иметь в отношении даров Святого Духа. А они, к слову, есть у каждого верующего. 13 глава открывает нам Божий план в отношении даров, которые дал нам Сам Бог. В 13 главе Павел говорит нам, что любовь — это далеко не мягкое, нечеткое, сентиментальное чувство, о котором мы говорим. На самом деле, послушайте внимательно, первое послание к Коринфянам, 13 глава, это иллюстрация того, к чему мы должны стремиться. Смотрите в 13 главу и сравнивайте себя с истинным образцом для подражания. Потому что наличие духовного дара не делает вас духовным. Духовные дары не делают нас духовными. Послушайте, я знал великих, известных проповедников, которые были плотскими, и вы знаете таковых. Только хождение в Духе делает вас духовными. Я хочу, чтобы вы меня сейчас услышали внимательно. Верующие в Каримской церкви были очень похожими на верующих в Ефесской церкви. Мы знаем это на основании того, что сказано не в послании Павла к Ефесиным, а во второй главе Откровения. Причина, по которой они потеряли свою первую любовь, в том, что они отошли от источника любви. Они так увязли в своих интересах и в своих амбициях, что совсем забыли, чья это церковь. Возлюбленные. Не было ни разу, чтобы, проходя по улице и поворачиваясь на здание этой церкви, я не напоминал себе, что это церковь Иисуса Христа. Некоторые говорят, что любовь Агапы — это некорыстная любовь. Агапы требуют от нас чего-то, что нужно отдать другим. Послушайте, в Агапы нет места гордости, высокомерию или самопродвижения. В 13 главе Евангелия от Иоанна сказано, что когда Иисус возлюбил своих сущих в мире, Он до конца возлюбил их. Или другой перевод, Он возлюбил их до совершенства, до полноты. И вот что я понял за годы многих болезненных переживаний. Я не стану вас ими утомлять. Я понял, что отсутствие любви у человека — это корень непослушания Богу. Вы не так уж часто видите в Евангелиях, что Иисус говорит ученикам, «Я люблю вас, друзья, я люблю вас», но при этом они знали, что Он их любит. Они это чувствовали, они испытывали Его любовь на себе. Ему не нужно было повторять им снова и снова. Первый стих, «Если я самый искусный оратор в мире, но не умею любить, то все, что я говорю, это всего лишь шум». Ну, это перефраз данного местописания. Вы сегодня услышите много приблизительных переводов. Чтобы уловить смысл, вы можете быть человеком с подвешенным языком, который покорит миллионы людей, но без истинной библейской любви — это всего лишь шум. Коринфи не требовали дара языков. Они все хотели говорить на иных языках. Из всех даров Духа, какие мы будем рассматривать в следующей проповеди, они хотели именно этот дар. А почему? Вы знаете, Павел сказал, «Я говорю на языках даже больше, чем все вы, но даже если я говорю на всех языках, которые известны миру, и у меня нет любви, я пустозвон». Второй стих, «Про возглашение Слова Божьего без любви не будет имеется длительного или вечного воздействия». Люди могут говорить, «Только посмотрите на Него. Разве Он не великолепен? Только Бог великолепен. Ой, посмотрите сюда, разве она не чудесна?» Нет, Бог говорит, что все это легче пустоты. И даже если я постигну все секреты Вселенной, если я вижу то, что находится за пределами нашего мира и буду совершать сверхъестественные деяния, все это ничто без плода любви. Возлюбленные, мы с вами прекрасно знаем, что знания без агапы порождают духовный снобизм и высокомерие. Знания сами по себе без любви надмевают. Я молю Бога, чтобы меня правильно поняли. Духовные знания прекрасны. Они не поддаются описанию. Духовное знание – прекрасный дар, и я благодарю за него Бога. Духовные знания могут быть благословением и плодом в Божьем труде, но только в том случае, если вы трудитесь с любовью. Даже если я великий человек веры, кем я не являюсь, я могу доверить Богу сверхъестественные чудеса и сверхъестественное вмешательство. Он дает мне эту возможность, чтобы я мог послужить другим, а не продвинуть самого себя. Если я делаю это не из любви, то все это пустота. Третий стих – красноречие, языки, пророчества, духовные знания и даже вера. Все это вместе, без любви, ничего не стоит. Но это еще не все. Добавьте к этому списку жертвенность. То есть, если вы отдадите все свое состояние и затем примите обет бедности, если это не делается с искренней любовью, это ничего не значит для Бога. Но при этом вы не только отдали все свое имущество, вы отдали вообще все. Даже если вы отдадите свое тело и примете мученическую смерть. А сегодня мы видим больше мучеников за Христа, чем когда-либо за 2000 лет христианской истории. «Но если я делаю это не из любви, не ради любви, то это все ничего не значит». Человек, не имеющий любви, ничего не производит, ничего из себя не представляет и ничего не приобретает. Ну а теперь посмотрим четвертый и пятый стихи. Здесь дано наиболее полное библейское описание полноты любви. Этот список говорит нам, что же такое любовь. Я знаю, что все мы склонны сравнивать себя с другими. Это ловушка, в которую я попался ранее в своем служении, поэтому я знаю, о чем я говорю. Единственный, по кому мы должны себя мерить, так это Иисус. Вы скажете, Майкл, это невозможно. Иисус был совершенным, божественным сыном Божьим. Да, невозможно в одночасье преобразиться в его образ. Именно поэтому требуется целая жизнь, постоянных измерений и неудач, иногда успехов, а также постоянного со-измерения себя со Христом, нашим главным образцом для подражания. Любовь долготерпит, послушайте. Любой серьезно, настроенный верующий должен иметь возможность сказать, я больше похож на Христа в этом году, чем был в прошлом году. Те из нас, кто уже давно со Христом, должны быть способными сказать, мое христианство в этом десятилетии лучше, чем было в прошлом десятилетии. Это не гордыня, это реальность. Вот что означает здесь, любовь долготерпит. Послушайте, любовь, это когда кто-то вас обидел, очень глубоко ранил, и в ваших силах отомстить мстить этому человеку, но вы этого не делаете. Я могу здесь говорить о своей жизни. Долготерпение означает никогда не мстить, если кто-то обидел вас лично. Послушайте, я собираюсь показать вам различия между нашей культурой и культурой греческого мира, к которому обращается Павел. Для них не мстить за себя, это безумие, это нонсенс, месть в греческой культуре, даже считалось добродетелью, но если вы стремитесь уподобляться Христу во всем, доверьте отомщение Богу. Он сделает это лучше, чем могли бы сделать вы, полагаясь на свои силы. Любовь милосердствует. Вы знаете, возлюбленная, у доброты и у милосердия есть лаборатория. И величайшая лаборатория доброты находится в доме, в семье. Если что-то не удается вам дома, то не удастся нигде большим. Любовь не завидует. Шекспир называл зависть зеленой болезнью, печалью глупцов. Это не только желание того, что есть у кого-то другого, но зачастую эта болезнь заставляет другого человека страдать. Вы знаете, о чем я говорю, да? «Услышьте меня, пожалуйста». Зависть — это не безобидный, умеренный грех. Нет. Я видел это в церквях. Я видел это среди пасторов. Зависть разрушительна. И в притчах говорится «жесток, гнев, неукротима, ярость, но кто устоит против ревности?» Или в другом переводе «против зависти». Зависть побуждает людей делать друг другу ужасные, гнусные вещи. Любовь не превозносится, а превозношение — это хвостовство. Это попытка заставить других людей завидовать. Вот почему эта фраза стоит сразу за предыдущий. Хвостовство заставляет других людей вам завидовать. «Любовь» не выставляет на показ достижения. Зависть — это желание того, что есть у кого-то другого, а хвостовство — это выставление на показ того, что есть у вас, с целью заставить других людей вам завидовать. Зависть принижает других, чтобы мы могли возвыситься. Она унижает других, чтобы мы могли похвастаться тем, насколько мы хороши. Клайв Льюис сказал, «Хвостовство — величайшее зло. Это воплощение гордости. Любовь не гордится». У Коринфян не было причин для высокомерия. Человек горд, когда думает, что все, что у него есть, сделано им самим и принадлежит ему. Какое у нас есть лекарство от этого? Я всегда напоминаю себе, что все, что у меня есть, дал мне Бог. Это вылечит вас от гордыни и заставит вас пасть на колени в благодарности Богу, вместо того, чтобы высокомерно заявлять о себе, «Это все я. Посмотрите на меня». Любовь не бесчинствует, или лучше сказать, любовь не ведет себя неподобающим образом. Любовь всегда проявляет благодать даже к тем, кто проявил к вам грубость. Вы понимаете, кто-то вас унизил, чтобы превознестись над вами, а вы не перестаете относиться к ним благосклонно, желать им добра. Пусть Бог благословит их, даже тех, кто неблагодарен к нам, несмотря на все жертвы, на которые мы пошли ради них. Любовь не ищет своего. Что это означает? А это означает противоположность тому, что мы видим сегодня вокруг нас, от самореализации до самоактуализации, до самоактуализации. Главное, все мне, все для меня и только ради меня, любимого. Коринфяне даже не делились пищей на праздники любви, на причастие. Мы видели это в 11 главе. Они не делились едой. Они жили по принципу, что мое, то мое, и то, что ваше, тоже мое. Любовь далее не раздражается. Любовь не быстра на гнев. И здесь я должен остановиться. Уверяю вас, здесь Павел говорит не о праведном гневе. Праведный гнев вспыхивает, когда мы видим грех, видим торговцев грехом, и то, какие разрушения приносит грех. Праведный гнев вспыхивает, когда мы видим лжеучителей и лжепроповедников, вводящих в заблуждение тысячи людей. Это праведный гнев. Павел здесь говорит не об этом. Он говорит о гневе, который возникает из-за того, что оскорблена наша гордость. Любовь не мыслит зла. Греческое слово «логизомай», от которого мы получили слово «логистика», «все просчитывать», «вести записи», особенно в бухгалтерском учете и финансах. У ввода данных в бухгалтерскую книгу есть важная цель. Если у вас есть запись об этом, вы можете всегда к ней вернуться. Послушайте внимательно. В финансах и в бизнесе это, конечно же, важно, это обязательно, но в отношениях между мужем и женой, в отношениях между верующими, не нужно подсчитывать количество проколов и помнить о них. Сжигайте ваши записи каждый день. Ведение записей, учет промахов ваших супругов или братьев и сестер во Христе может быть источником страданий для тех, кто ведет этот учет. Любовь должна стереть записи и сделать это немедленно. Не ждите месяц или два, год или два. Список обид станет большим, так что избавьтесь от него немедленно. Поднесите его к подножию креста, омойте его кровью и Иисуса Христа. Любовь не радуется неправде. Возлюбленные, не случайно, следующее описание любви состоит в том, что она радуется истине. Святой Дух не просто бросил нам случайные слова. Нет. Это логически организованные слова Создателя Мира, Духа Божьего, потому что лжеучителя и проповедники могут сказать «Не записывайте проступки ближнего, прощайте», но здесь дана и другая сторона. Нужно радоваться истине, потому что если вы не будете радоваться истине, вы не будете иметь внутри себя силы, чтобы простить и отпустить обиды и проступки, потому что любовь не приемлет лжи. Нет, любовь не флиртует с грехом, не подмигивает ему, не играет с грехом. Любовь не терпит неправды, любовь не терпит ложного учения, не терпит компромиссов, любовь все покрывает. Что это означает? Вы не рассказываете другим о чужих неудачах, прежде чем пойти и поговорить с человеком о его проступке один на один. Вы не ходите и не распространяете слухи и ложные обвинения. Ваша любовь к ближнему проявляется через то, что вы говорите с человеком напрямую. Любовь всему верит. Она не проявляет подозрительности или циничности. Любовь всего надеется. Даже когда вера слаба, любовь держится за надежду. Любовь не считает неудачу человека окончательной или постоянной. Она всегда надеется, что Бог совершит свою работу в этом человеке. Всегда есть надежда. Вот почему верующие члены этой церкви, которые когда-либо говорили со мной, скажут вам, что при личной беседе или с этой кафедры, я всегда призываю никогда не прекращать молиться о ваших неверующих членах семьи. Никогда. Любовь все переносит. На самом деле это военный термин, и он исходит из того факта, что во время войны, когда армия приходит и находит стратегическую позицию, такую как холм или гора, вы держитесь за нее и сражаетесь, и вы стоите на своем и никогда не сдаетесь. Это важная характеристика любви. Нужно держаться любви в любых условиях. Любовь противостоит подавляющему сопротивлению. Любовь отказывается переставать быть, верить, надеяться и терпеть. Любовь никогда не перестает любить. Почему? В стихах с 8 по 13 говорится почему. Потому что на небесах не будет нужды ни в вере, ни в надежде. Зачем нужна вера в небесах? Сейчас мы имеем веру, потому что не видим Бога, но на небесах мы увидим Иисуса лицом к лицу, мы увидим Его на престоле, увидим Бога, окруженного славой. Тогда не будет нужды в вере и в надежде. Сейчас мы надеемся на Христа, поскольку не видим Его. Не будет нужды в духовных дарах, ведь у нас будет полнота Духа, и все же любовь всегда будет тем воздухом, которым мы будем дышать на небесах. Аминь. Воздайте сейчас всю славу Богу. Позвольте задать вопрос. Ваша любовь познала отвержение? Ваша любовь знает, что такое предательство? Ваша любовь когда-нибудь сталкивалась с безразличием или даже с гневом? Даже если в ответ на вашу любовь вы столкнулись с ненавистью, с эгоизмом, с завистью, может, с обидой? Умоляю вас, не переставайте любить, потому что любовь никогда не перестает. любовь Субтитры создавал DimaTorzok